Крокус, Агаларов, теракт. Такое количество погибших людей я не видел даже в кино. Крокус сгорел, значит был плохо построен. Вам страшно сейчас? Обвинять нас и делать виноватыми без какого-то расследования, это как минимум нечестно. Я туда ходил со своей семьей, со своими детьми маленькими. Мой папа туда ходил на концерты, мама моя. То есть как мы можем халатно к этому относиться? На территории Крокуса, наш любимый зал, туда зашли террористы, расстреляли фактически наших гостей. В мире бы не было пожаров тогда, если бы система пожаротушения могла бы потушить теракт. Зал посещали и президенты, и все российское, и не только правительство. Здание, в которое приходят первые лица государства, поверьте мне, там не может ничего не работать. Их проверяют просто с ног до головы. Есть риск национализации? Нет, это невозможно определить, я не могу ответить вам на этот вопрос. Риски есть любые. Пока судьба Крокуса неизвестна. Многие тоже злопыхатели писали, что все. Что я уехал, завтра я буду в Москве. Избегать я никуда не собираюсь. Здравствуйте, друзья, это не Фарбсы, меня зовут Ярослав Бабушкин. Мы прилетели в Баку ради разговора с музыкантом, предпринимателем, бывшим первым вице-президентом Крокус-групп Эмином Агаларовым. Договаривалась наша команда об этом интервью достаточно давно. Но после теракта в Крокус-Сити-Холл 22 марта мы, честно сказать, очень сомневались, что оно состоится. Но Эмин согласился с нами поговорить. Эмина называют наследником бизнес-империи отца, одного из богатейших бизнесменов России, Араза Агаларова. Родился Эмин в Баку, но в детстве переехал с семьей в Москву. Позже учился в Европе и США. Но Агаларов младший на слуху не только благодаря семейным связям, но и собственным бизнес-проектам и, конечно же, музыке. В бизнесе Эмин давно. Он занимался развитием Крокус-Сити-Мола, торговых центров в Вегас, ресторанной группы, Крокус-фитнесами и тем самым концертным залом Крокус-Сити-Холл, в котором произошел один из крупнейших терактов в новейшей истории России. С 2023 года Эмин вышел из оперативного управления Крокус-Групп. Сейчас все его внимание сосредоточено на собственном масштабном девелоперском проекте в Азербайджане Sea Breeze, где мы с ним и встретимся. Произошедшее в Крокус-Сити-Холле Эмин считает своей личной трагедией. Он проработал в группе отца 22 года, а ночь после теракта провел в Крокусе. По его словам, работал до 6 утра с отрядами МЧС и другими службами. СМИ и пользователи интернета сейчас задают много вопросов. Правда ли были закрыты пожарные выходы в здании, а сигнализации не работали? Кто охраняет многотысячные мероприятия в России? И возможно ли было предотвратить этот теракт? Сегодня мы поговорим с Эмином об этом. Не форцы. Эмин, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что согласились с нами поговорить. Я, честно говоря, был абсолютно уверен, что этот разговор не состоится. Большое спасибо за открытость в такое тяжелое для вас и вообще для всех нас время. Хочу начать с личной этой истории. Как вы узнали о теракте? Мне позвонил один из сотрудников. Возможно, это был первым. Роман Грачев, директор зала, сказал, что в Крокусе стрельба. Я был на тот момент на Кутузовском у себя в офисе, сел в машину, поехал на место трагедии, прибыл туда примерно через минут 30, наверное, то есть минут 40-45 спустя выстрелов первых. Я был уже у входа в Крокус. Да была, конечно, ужасная картина. На улице уже были погибшие. И, соответственно, мы через, видимо, простреленную террористами проем, через окно вошли в холл. Тоже множество убитых. Ребята, которые были со мной, в том числе и руководитель зала. Роман Грачев тоже был уже на территории. Осмотрели на предмет, возможно, выживших. К сожалению, уже их там не было. Мы прошли по всему фойе Крокуса. Сам холл уже горел. Большинство людей уже покинуло здание. Я наткнулся на двух сотрудников, охранников шорхауса, два Александра. Они мне доложили о том, что удалось им найти в гримерках и спасти несколько человек, которые прятались. Потому что они прибежали из шорхауса в Крокус-холл, когда услышали о трагедии. В холл можно попасть, не могли. Все было в огне. Оттуда мы, опять же, по рекомендациям Грачева, Романа, директора, сказал, что именно мы на четвертом этаже серверная, можем попробовать туда пробраться. Мы обошли зал по улице, оббежали. Зашли в эти коридоры эвакуационные, как раз через которые покидали зрители зал. Попали в задумленные коридоры, дошли до четвертого этажа, нашли металлическую дверь, за которой были сервера. Ну и взламывали эту дверь какое-то количество времени. Не было инструментов. Потом к нам подоспел МЧСник, мы взяли у него топор, прорубились, отрубили кабеля, вытащили серверную, сдали ее правоохранительным органам и провели там все оставшееся время. Мой отец тоже заходил в здание вместе с нами. Вы приехали раньше, чем правоохранительные органы, получается? Нет, они уже начали тоже приезжать, кто-то уже был на территории, но поскольку не было понятно, находятся ли террористы еще в здании, и не было еще отцепления, все были в такой как бы определенной растерянности. Спасатели были в здании уже, тоже заходили, выходили, выносили тела погибших. Ну и с каждой минуты становилось все больше правоохранительных органов, скорых помощи на территории. Но на момент, когда я приехал, сейчас уже понятно, что около 6 тысяч человек успели покинуть здание. Здесь важная еще ремарка. Входы, через которые люди заходят в сам зал, круг стихов, они же в том числе являются эвакуационными. Поскольку террористы открыли огонь именно и поджог осуществили в зоне этих входов, у людей не было возможности ими воспользоваться. Соответственно, если вы видели на кадрах, многие покидали большинство через сцену. Этот зал. А у сцены есть один эвакуационный коридор, который ведет на улицу, и его продолжение ведет обратно в фойе. И люди, естественно, понимая, что они попадают опять на место, где находятся террористы, бежали в противоположную сторону, в зону технических помещений. Поэтому идет много фейков о том, что двери были закрыты, железные, и люди не могли найти выход. Я их прекрасно понимаю в этом ужасном шоке и страхе. Они, к сожалению, попали в технические помещения, которые предусмотрены только для персонала с карточками. И двери, ведущие фактически никуда. То есть в студии, в склады, в звукозапись, записывающие технические помещения. Фактически среди погибших, насколько я понимаю, кроме тех, кто был убит на месте прямыми пулевыми попаданиями, к сожалению, погибли еще те, которые в этом ужасе спрятались в помещениях, в том числе и в туалетах. Насколько я понимаю, прямо на территории большого комплекса «Крокус» есть отделение полиции. У меня создается впечатление, что ваш комплекс – это очень важное место, где и правительство области, и полиция, и в конце концов… Порядка ста тысяч посетителей в день бывает. Да. Мы не защищены ни от чего, получается? Ну, вы знаете, как бы, даже если бы, условно, полиция, на мой взгляд, находилась бы где-нибудь в непосредственной близости фойе или зала, вы же видели эти кадры? Идет четыре подготовленных человека с автоматами, которые стреляют в разные стороны. И я не думаю, что даже полиция могла оказать какое-то сопротивление. Никто к этому не может быть готов и обвинять здесь… Ни ЧОП, ни полиция. ЧОП, наш ЧОП, например, по законодательству не может в местах скопления, в частности в Крокусской холле, носить оружие. Это общая практика. Я сам гастролирую по всей стране, не только в России и за рубежом. Мы не видим охранников вооруженных в этих залах. Бывает так, что власти готовы к какой-то атаке, и они могут отправить туда ОМОН или перекрыть какие-то входы, выходы, паркинги. У нас такое бывает, если там какой-то звонок бывает, что ожидается какая-то потенциальная террористическая атака, у нас закрывают подземные паркинги, чтобы туда не могла проехать машина. Но это не нашим решением. Мы, бизнесмены, не подготовленные к аналитике террористических каких-то акций. И, соответственно, действуем в рамках закона и про линии противопожарных систем, охраны. То есть зал профункционировал 15 лет, принимал более 4000 концертов, официальных мероприятий. Зал посещали и президенты, и все российское, и не только правительство. То есть когда я встречал Дмитрия Медведева, который приезжал на концерт Элтона Джона, сколько-то лет назад, когда он был президентом. Приезжает ФСО, они проверяют все помещения, приезжают все службы, еще раз проверяют всю безопасность. То есть этот зал находился под присмотром всегда. Это не то, что мы его сдали в эксплуатацию в 2009 году, и про него все забыли. Постоянные внеплановые пожарные проверки, акты, то есть это все документировано. То есть весь зал эксплуатировался в рамках законов, всех законов Российской Федерации. Слава богу, МЧС тоже подтвердило, что все пожарные, противопожарные службы сработали в штатном режиме. Как вы с отцом живете последнюю неделю? Что это за жизнь? Ну это такой большой стресс, потому что огромное количество критики посыпалось в наш адрес. Очень много фейков, что здание не введено в эксплуатацию, что коридоры были закрыты. Все это абсолютно вранье, фейк, ложь. То есть невозможно от этого отбиваться. Что сотрудники Кроксу убежали, это не так. Столько уже записано видео очевидцев, где они благодарят людей, которые помогали им выходить из зала. Молодой парень из гардероба, который вывел около ста человек. Мальчик Ислам, да. Сотрудница, которая занималась вип-ложами, которая выводила как раз Светакова и целую группу людей, не побоялась. Сначала они забаррикадировались, потом они разбаррикадировались, потом они вышли, покинули здание, и слава богу. Но люди... Нарушена была система эвакуации в принципе, потому что это теракт. И люди принимали в большинстве случаев правильное решение, куда им бежать и как искать выход. А в некоторых случаях, к сожалению, они попадали уже в отсечение огня, и там уже ничего невозможно было сделать. Вы чувствуете сейчас давление на вас? Ну, конечно. Мы однозначно его чувствуем. Естественно, как бы, Крокус Тихо был нашим большим домом. Это на территории Крокуса наш любимый зал. Он никогда не был для нас коммерческим объектом. Туда зашли террористы, расстреляли фактически наших гостей этого зала. В результате всего этого происходящего мы еще и оказались в общем информационном поле негодяями, которые не спасли тех, кого не удалось спасти. Вам не кажется, что вас легко как-то выставить крайними в такой ситуации? Ну, наверное, но это жизнь. Мы ни в коем случае не пытаемся как бы абстрагироваться. То есть я, например, не являюсь уже год сотрудником Крокуса. Я сижу вообще в другом месте и занимаюсь другим бизнесом, не Крокусом. Я не являюсь совладельцем Крокуса. Но, естественно, это наш семейный бизнес, как я его воспринимаю. То есть владелец мой отец, отца я очень люблю, уважаю. И как бы я не могу не быть рядом, хотя имею на это возможность сказать, что я вообще. Я не я, я там вот артист, который иногда там выступал в Крокус. Все. Но невозможно дистанцироваться от этой ситуации. То есть я не способен это сделать. То есть я хочу быть частью происходящего, потому что чувствую на себе тоже какую-то долю ответственности. За почти 20 лет не теракты, но что-то подобное бывало вообще в зале? Огромное количество звонков по поводу того, что заложена бомба во всех наших торговых центрах, в Крокус-сити-холле. Я помню концерт Ани Лорак какое-то количество лет назад в Крокус-сити-холле, где был звонок, что готовится теракт или заложена бомба. Концерт то ли перенесли, то ли отложили, потому что зал перекрыли. То есть это постоянный процесс был. Ну, в местах такого скопления это случается. Много пранкеров, которые просто могут позвонить и сказать, что заложена бомба. И в Вегасе, в котором единовременно может находиться 30 тысяч человек, приходилось эвакуировать. Мой отец очень к этому всегда относился серьезно и давал нам всегда задачу постоянно проводить эвакуации тестовые, проверять наличие давления воды, шланги, разворачивать их, заворачивать. Сколько минут это займет, где находится противогаз, где находятся огнетушители. То есть вот эта, вся эта история, мы в ней жили как в рабочем порядке. То есть мы понимали, что такое может случиться, но если бы это был обычный пожар без поджога, да, с горючими какими-то жидкостями, то я предполагаю, что спаслись бы все. Но, знаете как, если бы в такой форс-мажорной ситуации, где и стреляют, и поджигают, и люди говорят, что почему у вас не сработала система пожаротушения, в мире бы не было пожаров тогда, если бы система пожаротушения могла бы потушить теракт с поджогом, понимаете, да. То есть как бы не заточены пожарные системы на поджоге с горючими смесями, на стены, на пол, повсюду. То есть это невозможно потушить. А что может потушить теракт? Я не думаю, что что-то может потушить теракт. То есть, потому что никто не знает, если террористы в здании или нет. То есть пожарники даже не могли зайти в здание в этот момент. Понимаете? Сколько их было? Это мы сейчас смотрим назад, что их было всего четверо, они ушли. Может, их было больше, я не знаю. Вы думали о самой природе этого теракта? Как это может случиться вообще? Почему? Ну, я не готов давать анализ, почему такое может случиться. Но такое может случиться в любом абсолютно месте, людном, к сожалению. И я не думаю, что есть какие-то пути от этого защититься. То есть мы видели 9-11, что случилось. То есть человечество не готово к ненормальным людям, которые взрывают, расстреливают. То есть особенно те, которые пришли на концерт. Но слава богу, что примерно 6 тысяч человек, по предварительным данным, успели меньше чем за 15 минут покинуть здание. То есть это говорит о том, что эвакуационные выходы сработали. И эти люди вышли на улицу, они спаслись. И это большое чудо, потому что это практически 98% людей, которые находились в зале. Какие мысли вообще про человечество, я не знаю. «Крокус» у меня ассоциируется исключительно с позитивом. Моя там любимая программа была, я сейчас нет на телевидении, «Вечерний ургант». И постоянно там был этот «Крокус», «Ветехол», тот, этот, десятый, пятый. То есть, по-моему, в вашем зале больше всего было афиша в этой программе. Банально, может быть, куда мы катимся? Понятно ли вам, Эмин? Нет, не очень понятно, но в сегодняшних реалиях эти три слова «Крокус», «Агаларов», «Теракт». И они теперь неделимы. А что есть? Какие желания вообще? Буду работать, потому что у меня вот здесь в Сибризе работает около 5000 человек, в Москве несколько тысяч человек. То есть, у меня есть какая-то зона ответственности, как руководители, владельцы этих бизнесов, продолжать их развивать для того, чтобы они функционировали, для того, чтобы они обеспечивали тот оборот, который необходим для выплат заработного фонда и так далее. Ну, я планирую работать. Ну, и планирую быть рядом с отцом в это непростое для него время. А какие были у вас планы, допустим, в четверг, 21 марта? Ну, вот, что вы видели своей жизнью? Четверг – это день Теракта? Нет, пятница – это день Теракта. Четверг – это день до. Солнечный день, в Москве весна, вышло солнце. Я был на работе, как всегда, вечером. Я обычно ужинаю с супругой, с друзьями. Еду к ребенку до того, как к ребенку ложатся спать. А в день Теракта я заканчивал свой рабочий день и как раз планировал поехать, укладывать ребенку спать. Именно правильно я понимаю, что когда здание сдается в эксплуатацию, какие-то надзорные силовые структуры принимают? Да, все структуры принимают. То есть это проверка? Ввод в эксплуатацию требует огромное количество прохождения инстанций, МЧС, пожарные, которые мало того, что не всегда сразу принимают здания, они дают предписание, чего там не хватает, там тамбуров, железных дверей, дымоудаления, дают какой-то срок на устранение. Они устраняют до ввода эксплуатацию. И только когда все устранено, по актам зафиксировано, функционируют, протестировано, дают разрешение ввода в эксплуатацию. Соответственно, мы его получали, по-моему, в 2009 году. И с тех пор, не только в Крокустехоле, на всех наших объектах, твой дом, Вегас, Экспо, Крокусхол проходят как и плановые, так и внеплановые пожарные инспекции, которые могут прийти в любой момент, сделать общий обход, проверить все, что они хотят проверить, и дать предписание, что, допустим, было не так, где там не хватало огнетушителей, где были какие-то, может быть, выявлены нарушения, на которые тебе тоже дают время на устранение по законодательству, и по акту принимаются заново, что ты их устранил, они снова приходят, они снова проверяют. И мы эту процедуру проходили фактически по много раз в год. Много раз в год, да. Да, и это револьверно на протяжении 15 лет. То есть говорить о том, что у нас не было систем пожаротушений, или она не работала, или мы ей не занимались, или мы сэкономили денег и не поставили ее, это абсолютно бред, глупость. То есть невозможно. Мало того, здание, в которое приходят первые лица государства, поверьте мне, там не может ничего не работать, их проверяют просто с ног до головы эти пространства. Я туда хожу, ходил, к сожалению, со своей семьей, со своими детьми маленькими. Мой папа туда ходил на концерты, мама моя. То есть как мы можем халатно к этому относиться, если мы сами потребители этого объекта, мы сами им пользуемся. Я там выходил на сцену кучу раз, мои коллеги-артисты там находились. То есть говорить о том, что как владельцы Агаларовой халатно относились к этому залу и все профукали, это как минимум несправедливо. Вопрос камер. Он тоже экзаминируется так вот надзорными органами? Камеры, по-моему, я не знаю, по законодательству обязательно или нет, но в Крокусе их было огромное количество, потому что было много случаев, когда кто-то потерял мобильный телефон, у кого-то там пропала куртка. И по камерам служба безопасности могла часто идентифицировать, кто украл или потерял, и найти. Камер было много, и тот сервер, который нам с директором зала Романом Грачевым и папой моим удалось спасти, на нем и хранится вся информация. У нас к ней доступа нет, это все в Следственном комитете. Я надеюсь, что эти видеокадры прольют детальную картину на то, что произошло, как произошло, как люди эвакуировались, ну и так далее. А вот с этими камерами у нас есть какой-то стандарт в России один, чтобы они там были условно новые? Как-то это фиксировалось у вас? Я не могу вам сказать, я не знаю, не хочу придумывать. Я просто слышал, что бывают камеры, которые работают в ретроспективе немного, с задержкой там. Ну, у нас стояло всегда, я помню, просто это было всегда оборудование последнего поколения, дорогостоящее. То есть мы на этом не экономили никогда, потому что в рамках общего бюджета это небольшие деньги всегда. И мы камеры оснащаем не только наши объекты. Вот, например, мы сейчас находимся на объекте, где огромная территория, то есть и на улице куча камер. Кстати, на тему камеры их современности, я помню, что у нас стоят камеры на столбах, и у них, опять же, когда были какие-то инциденты или кражи на территории, или там воровали машины или там на объектах. То есть это в рабочем порядке происходит. У камер есть, они высокого разрешения, у них есть зум, и можно посмотреть номер любой машины, и это уже у нас стоит больше 10 лет в Крокусе. Сейчас идет проверка СК, это реакция на жалобы СМИ, или кто-то на вас жалобы написал. Я в интернете вижу там неожиданные для меня обвинения, там, в вашу сторону, там, от Яны Рудковской, например. Вот почему это? Я не хочу комментировать комментарии Рудковской. Я всегда сторонник того, чтобы сначала разберитесь, потом комментируйте. И я думаю, что, и надеюсь о том, что следственный комитет сможет досконально и правильно разобраться в этой ситуации и пролить всю правду на случившуюся. Потому что, ну, обвинять нас и делать виноватыми без какого-то расследования, это как минимум не честно. Ваш товарищ, приятель Тимати поднял тему растущей вот дискриминации по национальному признаку. Вы считаете, это острая проблема сейчас? Таджики никаким образом не виноваты в том, что вот эти вот негодяи сделали то, что они сделали за, там, 500 тысяч рублей. Среди таджиков огромное количество хороших людей. И могу сказать, что у меня в разных структурах работают порядочные, хорошие люди этой национальности. Негодяи есть в каждой национальности. И у нас хватает негодяев. И в Украине, и в Таджикистане. Почувствовали что-то подобное. Потому что даже вот мои товарищи какой-то кавказской внешности говорили мне, что когда они вот после теракта пошли на следующий день по Москве, что на них косо смотрели, оглядывались. Это нормальная человеческая реакция. Я считаю, что она временная. И привязка национальная террористов не подчеркивает нацию. То есть, как бы, если в результате теракта существуют таджики, или люди из Таджикистана, это не значит, что все таджики негодяи. То есть, как бы, у меня среди друзей есть много таджиков, они все классные ребята. И как бы национальность... То есть, терроризм не имеет национальности. Вот, что, наверное, правильно сказать. Вам страшно сейчас? Ну, я обеспокоен всей этой ситуацией, естественно. Но невозможно засыпать, просыпаться, там, есть, пить, не переосмысливая все случившееся. Потому что я был на месте, я все это видел, весь этот ужас. И такое количество погибших людей я не видел даже в кино. То есть, это ужасно. Мы сейчас находимся в красивом очень месте, на берегу Каспийского моря. Я не знаю, это считается еще Баку, или это уже область? Это пригород. Пригород, да? Такой. Почему вы здесь сейчас, Эмин? У меня были запланированы здесь дела. Я вчера ночью прилетел, и завтра я полечу обратно в Москву. Но проект здесь очень большой. Это проект всей моей жизни. Отчасти я отделился от Крокса, чтобы заниматься Сибризом. И летаю я сюда как минимум один или два раза в неделю. Просто многие тоже злопыхатели писали, что все. Что я уехал. Избежал. Завтра я буду в Москве. Избегать я никуда не собираюсь. Бизнес в России вы продолжите вести? Ну, у меня остались фитнес-центры, какое-то количество ресторанов. Это небольшой бизнес, но я продолжаю его вести. У меня много сотрудников в Москве. Я буду продолжать по мере возможности летать, потому что последний год я летаю практически два раза в неделю в Баку. Просто тоже ваши критики говорят, что, наверное, Агаларов-младший решил как-то от России отдалиться. Это не так. Спастись от санкций условно. От санкций? Нет, это не так. Если я не буду, от них спастись невозможно. Все-таки фамилия Агаларов такая же, как у моего отца. Одним из первых президенту России позвонил президент Азербайджана. Это правда. Как вам кажется, он сказал что-то про вас, про комплекс? Я не знаю, и не могу давать этому оценку, но это поддержка. Господин президент Ильхам Гейдарч, он хорошо меня знает. Я думаю, что когда увидел это по новостям, он ассоциативно связал Крокус. И отца мой его тоже знает. Крокус с нами, поэтому, возможно, это как-то повлияло на то, что он был одним из первых. Имин, а понимаете, откуда появились все эти фейки? Как вы их называете? Вот просто их природа. Они же откуда-то взялись? Ну, вы знаете, первая реакция людей, что кто-то не мог, написал, что трудно было найти выход. Но да, при пожаре и теракте это, возможно, непросто. Особенно если ты покидаешь объект не через пожарный выход, потому что ты не можешь физически. Там стоит террорист с автоматом, и ты ищешь новый выход. А кто-то пишет, что ну да, вот плохо построенное здание, неправильно спроектированное и так далее. То есть это первая реакция людей, которые, во-первых, не разбираются, а во-вторых, у них в принципе нет информации, чтобы разобраться. Крокус сгорел, значит, был плохо построен. А то, что он шесть часов простоял после поджога и до сих пор стоит, и там провалилась только крыша самого концертного зала, а все здание сохранилось, об этом никто, естественно, не пишет. Но это как бы природа такая, я называю, диванные эксперты, которые хотят критиковать. И, к сожалению, человек, когда один раз прочитал и увидел, он начинает так думать. И тоже начинает писать, а я вот прочитал, что там ничего не сработало, или там все рассыпалось, и так далее. МЧС подтвердил, что все пожарные нормы соблюдены, работали в штатном режиме. Прокурор подтвердил, что эвакуационные нормативы при таракте нарушаются, и это норма в таких ситуациях. Поэтому, как бы, я считаю, что преждевременно нас в чем-то пока обвинять. Среди каких-то влиятельных людей вы ото всех получили адекватную реакцию? Да. Или негатив тоже был такой, что мы там... Заберем, отожмем... Люди, которые нас знают и знают моего отца, они понимают, что эти обвинения, которые сейчас приходится выслушивать, они ничем не обоснованы. Крокус на рынке недвижимости уже 30 лет. Огромное количество объектов реализовано, в том числе и стадионы, и концертные залы, и торговые центры, и выставочные площадки. И Остров Русский мой отец строил, где университет, саммит, было там несколько десятков президентов на этом саммите. И тоже это все вводилось в эксплуатацию, и тоже это все было под контролем всех служб. Это всегда качество, это всегда ответственно. Поэтому какое-то количество вот этих важных для страны стратегических строек, как стадионы, как Остров Русский, были непосредственно поручены ему как ответственному и профессиональному, и опытному строителю и строительной компании. И Крокустихол, это был для нас такой знаковый объект, мы понимали, сколько людей посещают. Мы закрывались на половину июля и августа, меняли ковры, красили стены, шлифовали полы. То есть он проходил ежегодно еще плановый ремонт, просто чтобы с нового сезона открыться, мы о нем заботились. Мы хотели, чтобы он был всегда удобен, комфортен. То есть мы этим тщательно всегда занимались, я думаю, что за эти годы какое-то количество миллионов человек посетило Крокустихол и продолжали делать это из раза в раз, потому что действительно очень был комфортный зал, абсолютно продвинутый. Принимали любых иностранных артистов на базовой системе, которая уже в нем стояла. То есть это шоу-бизнес потерял лучший зал. Сколько людей у вас работало вот именно там? Ну, работает и сейчас. В Крокустихоле я просто год как не работаю в структуре Крокустихол. Прошлогодняя информация нам тоже подойдет? Да, прошлогодняя информация, 385 человек работало в штате Крокустихол. Я думаю, что примерно те же цифры сохранились. Есть ли среди вашей команды пострадавшие? Есть. Я знаю о том, что одного охранника убили прямо около входа. Одного тяжело ранили, он в тяжелом состоянии. Два кондитера у нас в ресторане «Бэкстейдж», который тоже сгорел. Это был такой банкетный зал. Сейчас числятся пропавшими. Еще есть несколько сотрудников, которых пока мы не можем найти. В «Ночь трагедии» в РБК Арас Искандерович говорил, что в планах восстановить комплекс. Но сейчас что-то поменялось. Вы знаете, Арас Искандерович дал этот комментарий. Я стоял рядом. Я знаю в контексте того, что все, что можно восстановить, будет восстановлено. Я не думаю, что он говорил непосредственно о Крокустихоле в данном случае, потому что пострадали соседние здания, выставочный центр, инфраструктурные проекты, которые обеспечивают жизнью непосредственно сам Крокус. Будет ли восстановлен концертный зал или нет? Я думаю, что преждевременно делать какие-то планы или выводы. Посмотрим, что будет дальше. Какие-то наверняка мы получим от видения, от государства, от людей в нашем государстве. Решение будет принимать отец, наверное, имея в виду все вот эти вводные. Пока я думаю, что он об этом даже не думает. Ну а вот ваш взгляд, это самый сложный момент в его бизнес-карьере? Я думаю, что это самый сложный момент в его жизни. Есть риск национализации? Национализации? Нет, это невозможно определить, я не могу ответить вам на этот вопрос. Риски есть любые, то есть как бы в данном случае... Ситуация слишком ужасная. Я думаю, что Крокус, к сожалению, никак не защищен сегодня от каких-то внешних вот таких факторов. А сгорело абсолютно все? То есть несущие конструкции? Нет, не все. Зал, само здание устояло. Сгорел непосредственно сам Крокусити холл, непосредственно где сидели люди, где была сцена. Большинство технических помещений вокруг этого зала сохранилось. Мы были на следующий день, ходили по техническим коридорам, по подземной парковке. И парковка вообще не пострадала под зданием. Фойе частично пострадало, частично вообще оно не тронуто, особенно вот где сгорел ресторан «Бэкстейдж» в этом клюве стеклянном наверху. Под ним находилось большое фойе и музей Муслима Магомаева, который не пострадал. И все его вещи сохранились. И мы их как бы локализовали. Фонд помощи назван тоже именем Муслима Магомаева. Это был фонд Муслима Магомаева, который проводил много благотворительных мероприятий за последние 10-15 лет. И мы решили с отцом, что именно этот фонд должен продолжать помогать пострадавшим. И через этот фонд люди могут начислять туда деньги. У фонда будет своя отчетность на сайте, где можно будет посмотреть точечно, какую фонд оказал помощь, за какую сумму денег конкретному человеку или семье. Сейчас как раз команда Крокусти Холла, порядка 300 плюс сотрудников, которые остались все фактически без места работы. Мы хотим уже частично, и сейчас продолжаем это делать, направить их на вот эту работу на ближайшее время. И сохранить им рабочие места, насколько это возможно, перераспределив их на другие объекты. Пока судьба Крокуса неизвестна. А бизнес, он вообще остался вокруг Крокуса? Мне трудно сказать. Ну, в каком-то виде, да, потому что Крокус все равно такая площадка знаковая, которой... Есть люди, которые пользуются этой площадкой каждый день, да? Которые живут рядом, которые там по мосту передвигаются или проезжают по МКАДу. О судьбе компании, естественно, я ничего сейчас прокомментировать вам не могу. Что функционирует сегодня из бизнесов? Рестораны, как я понимаю, работают, да? Ну, большинство объектов на территории функционируют. Вот были, как я понимаю, проверки в торговых центрах в Вегасах на предмет как раз пожарных норм. Рестораны? Да, их закрыли на сутки, насколько я понимаю. Но теперь они работают в рабочем режиме, потому что нарушений обнаружено не было. Потому что так же, как Крокус сити-холл, их в год проверяют по много раз, каждый этот объект. Вы как-то уже решили вопрос с теми событиями, которые должны были после происходить в Крокусе, вот такие организационные вещи? Отменены все концерты, их намечалось порядка 250, может быть, до 300 с сегодняшнего дня, грубо говоря, на целый год вперед календарь был обычно расписан. Ну, естественно, они отменены, и организаторы будут искать, наверное, альтернативные площадки для их проведения, полные отмены. Что-то на данный момент понятно о суммах ущерба? Мы даже этим не занимались, и понятно, что эти ущербы огромные, потому что пострадал и Крокус сити-холл, и прилегающие здания Экспо, и 20-й зал. И, в принципе, Крокус сити-холл является таким якоренным объектом на территории Крокуса, который обеспечивал определенный поток человеческих трафиков. То есть, как бы, Крокус, в принципе, потерпел огромный удар. Вопросом страховки вы занимаетесь? Она в десятки раз, насколько мне известно, меньше, чем стоимость постройки такого зала. Она только в Ингострахе у вас? Насколько мне известно, да. Вчера была новость в СМИ, что Крокус находится в залоге у Газпромбанка. Насколько я знаю, это так. Возможно ли такой сценарий, что его как-то заберут? В зал? Ну, я не знаю, место, зал. Возможно, все, в сегодняшних реальных. С кредиторами разобрались? Я еще раз, я не могу давать оценку, потому что я не внутри процесса компании, структура Крокуса. Я не пытаюсь дистанцироваться из-за ситуации, это просто действительно так. С отцом я рядом и до конца, то есть это очевидно и понятно. Он на связи все время? Да, мы с ним все время на связи и пытаемся, там, после самого каракта, весь следующий и последующий день, в частности он, я просто рядом помогал с МЧС-никами, сотрудниками, со спасателями. Мы вызвали главного архитектора здания, строителей, для того, чтобы помочь открыть оперативный проем, чтобы не было обрушения, чтобы кран и грузовики могли заезжать в здание, разбирать завалы. Мы занимались какими-то техническими, организационными вопросами, собирали кучу совещаний, опять же, совместно со спасателями внутренней нашей, чтобы помочь с логистикой, чтобы помочь ускорить все процессы. И, на самом деле, пользуясь случаем, я, во-первых, хочу выразить огромную еще раз, огромные, искренние слова соболезнования всем пострадавшим, их семьям. Благодарить все службы, которые были на месте, я был с ними, я видел, что молодые ребята, спасатели, пожарники, МЧС, бесстрашно заходят в это горящее здание, рискуя ежесекундно своей жизнью. Закончим. А к такому нельзя было подготовиться вообще никак? То есть это просто геройские, люди-герои, получается. То есть у вас же не могло быть репетиций подобных вещей, скажем так? Ну, очевидно, что к такому подготовиться невозможно. Кто-то отвернулся от вас? Ну, пока я лично этого не почувствовал. Просто мне кажется, вот, например, вот про вас именно, что, ну, понятное дело, там такая семья, и всегда люди обычно там с большим состоянием, вокруг них много таких, ну, не прямо сказать друзей, можно сказать, а те, кто льстят. Вот такой вот вопрос, они вот всегда вот рядом, как-то вот сегодня это друг, завтра враг, или завтра никто. У меня даже не было времени подумать об этом, то есть это тем не интересует. Вы плакали, рыдали, я не знаю, как боль такую проживать? Пока еще нет. Отец Кремень? Ну, я его не крутосуточно вижу, он держится, но я вижу, что ему очень тяжело. Хотите что-нибудь сказать в финале? Я все сказал, еще раз хочу выразить свои искренние соболезнования. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.